Рассмотрим условия УРАЗы. Условия, которые касаются поста УРАЗы, можно разделить на три категории. Первая категория – это общие условия. Запишем их. Рассмотрим каждое из этих условий. Когда мы говорим про общие условия УРАЗы, это означает, что кто перед Всевышним обязан поститься, и чья УРАЗа будет засчитана, и за это будет дарована награда. Во-первых, это ислам, то есть постящийся должен быть мусульманином. Во-вторых, физическое совершеннолетие. Это касается детей, у которых появились вторичные половые признаки, так называемый возраст пубертата. И с этого момента и до самой смерти все люди, все мусульмане являются обязанными перед Всевышним Аллахом выполнять его предписания. Однако это не говорит нам о том, что мы не должны приучать своих детей к УРАЗе. Иногда в жизни бывают такие ситуации, когда ребенок достиг совершеннолетия, и ему родители говорят «Улам, козам, сынок, доченька, теперь ты обязан или обязана поститься 30 дней месяца Рамазан». И для него это может быть шоком. И поэтому потихоньку-потихоньку приучать. Иногда в детстве, может быть, давать поститься по полдня и делать ифтар в полуденное время. Иногда, может быть, и сухор может после зухор намаза в полуденное время, а уже ифтар вместе со всеми. Исподвижники приучали своих детей с малых лет для того, чтобы они сами и морально, и физически были готовы к посту к месяцу Рамазана. Третье – разум. То есть постящийся должен обладать разумом. Если же человек лишен рассудка, то в этом случае УРАЗа для него не будет обязательной. И в-четвертых – знание об обязательности. То есть тот человек, который знает, что УРАЗа для него обязательно, для него является фарзом, он обязан поститься в месяц Рамазан. Перейдем ко второй категории. Итак, вторая условная категория. Эти условия касаются условия обязательности УРАЗы. То есть если в человеке, в мусульманине, в разумном, достигшем совершеннолетия и знающем об обязательности УРАЗы будут присутствовать эти качества, значит он обязан поститься в день, когда в нем есть вот эти вот качества. Итак, первое – мукуим. Слово мукуим означает человек, находящийся в месте своего проживания, в своем населенном пункте. Либо тот человек, который выехал из своего населенного пункта на расстояние не больше ста километров. То есть мукуим – это противоположность слова мусафир, путешественник. И поэтому Аллах Тагаля разрешил человеку, находящемуся в пути, который не является мукуимом, который является мусафиром, не поститься в месяц Рамазан. Однако он впоследствии должен будет возместить этот день, в который он не постился по причине своего путешествия. Второе – это здоровье. То есть постящийся должен быть здоровым. Если же он испытывает какое-либо недомогание, или же по причине поста его излечивание, его лечение затянется, или же его болезнь усилится, то ему Всевышний Аллах разрешил не поститься и снял с него обязательства поста. Аллах Тагаля сказал, если вы будете больны или же будете находиться в пути, то возмещайте в другие дни, вне месяца Рамазан. И поэтому, если вы не больны, если вы здоровы, вы обязаны поститься. И третье условие – отсутствие хайда и нефаса касается наших сестер, мусульманок. То есть женщина, если она чиста, если у нее нет каких-либо кровотечений, менструации или послеродовых кровотечений, она также обязана поститься в каждый из дней месяца Рамазан, при условии, что все эти три качества присутствуют в ней. Перейдем к третьей категории. Эти условия, они называются условия действительности уразы. То есть на протяжении всего дня, начиная с рассвета и заканчивая заходом солнца за горизонт, в человеке должны присутствовать вот эти вот все три качества. Если же на протяжении всего дня одно из этих качеств будет потеряно, то его ураза станет недействительной. Во-первых, неяд, намерение. Пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннамаль амалю биднияд» — поистине дела оцениваются по намерениям. Ураза, так же, как и все остальные поклонения, нуждается в том, чтобы при начале этого действия, этого поклонения, было намерение ради довольства Всевышнего Аллаха. Когда мы говорим про неяд, намерение для уразы, то постящийся может сделать это намерение, начиная с захода солнца предыдущего дня и заканчивая солнцестоянием, зенитом солнца, так называемым временем зауаль, действующего, настоящего дня, в котором он постится. И вот в этом интервале он может сделать намерение поститься ту самую уразу, которую ему предписал Всевышний Аллах в месяц Рамазан. Второе условие — отсутствие хайда и нефаса. Как вы могли заметить, оно пересекается с предыдущей категорией обязательности уразы. Однако здесь имеется в виду, что женщина на протяжении всего дня, начиная с рассвета и заканчивая заходом солнца, должна быть чиста от различных кровотечений, будь это менструация или же послеродовые кровотечения. Если эти кровотечения начнутся хотя бы через минуту после окончания сухура, или же начнутся хотя бы за две, за пять минут или даже за час до наступления ифтара, то этот ее день становится недействительным, и впоследствии она возмещает то, что она пропустила по причине кровотечения. И важно отметить, то, что это не является недостатком, это то, что предписал Аллах Всевышний дочерям пророка Адама. И поэтому в этом нет никаких ошибок и никакого греха. Третье. Не совершать деяния, портящие уразу. То есть постящийся человек на протяжении всего дня должен воздерживаться от всего того, что может испортить его уразу. Начиная с наступлением рассвета и заканчивая заходом солнца за горизонт, ничего из дел, которые могут испортить уразу, он не совершает. В качестве примера можно привести, конечно же, самое распространенное, это еда или питье, или даже близость в светлое время суток месяца Рамазан. Таких действий, которые портят уразу, их на самом деле больше десяти, о которых нам упоминают ученые. Среди прочих, пророк Мухаммад саллиллаху алейху саллим упомянул нам, что если человек вызовет свою рвоту, его ураза испортится. Также ученые говорят, если человек проглотит что-либо, даже если это будет несъедобным, это тоже испортит его уразу. А на этом мы с вами завершаем. Субханакаллаху ма ва бихамдик. Ашаду аль-ляха илля ант. Астафирука ва атубу илейк. Анастасия Анастасия